Всем большой привет! На днях наткнулся на интересную статью. Называется «Пока немец спал в люльке, я сел за руль мотоцикла и поехал в сторону нашей». Командир удивлялся, как я смог привести языка. Приятного всем просмотра! Перед тем, как партизаны отправили меня во вражеский тыл, я долго и внимательно изучал всю собранную документацию о немцах за все время войны. Мне нужно было изучить порядок несения службы у противника, узнать места расстановки караулов и зафиксировать время их заступления на пост. Благодаря тому, что у меня была немецкая форма, я очень легко пробрался к противнику, ни с кем старался не контактировать, особенно словесно. С собой у меня был лишь один листок бумаги, на котором я чертил свою карту немецкого пристанища для дальнейшей передачи партизанам этой важной информации. А перед началом просмотра прошу поддержать новый канал моего товарища. Он снимает видео о Великую Отечественную войну. Ссылка будет в описании. В ходе слежки я выяснил, где живут немецкие офицеры и во сколько ложатся спать. В один прекрасный день немецкий командир дал мне задание взять напарника и съездить на мотоцикле за водой к проруби. Напарник немец спал в люльке еще задолго до того, как я получил это задание. Видимо, предыдущий водитель по каким-то причинам не смог поехать и вместо него это дело поручили мне. Понимая, что большая часть важной информации уже в моих руках, я решил просто уехать оттуда. Естественно, не без сюрприза для партизан. Пока немец спал в люльке, я сел за руль мотоцикла и поехал в сторону нашей. Сперва партизаны приняли меня за вражеского мотоциклиста. Однако я вовремя успел остановиться и крикнуть им свое имя. Это я, Володя. Володя, хорошо, что ты назвался, иначе мы бы тебя точно тут и оставили, смеялись партизаны. Тут же подскочил наш командир к мотоциклу и настороженно приподнял накидку люльки, где спал немец. А это еще что за товарищ? Мы же вроде одного партизана посылали. Это язык, за компанию с собой прихватил, ответил я, улыбаясь. Командир удивлялся, как я смог привести языка. Настолько крепкий сон был у немца, что даже на кочках он не просыпался. Теперь у нас было в два раза больше информации. Немец не стал долго молчать. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда с интересом на них отвечаю. Также нажимайте колокол, чтобы не пропускать новые видео. По возможности распространяйте мои видео в соцсетях. Я реально нуждаюсь в вашей поддержке. Всего вам наилучшего! Спасибо за просмотр!